Добрейшего всем утра, друзья! Вы на канале Стройдом своими руками, а значит мы начинаем свой строительный день. А, кстати, первый спойлер. Да, мне на день рождения подарили вот такой афганский казан. Если вы напишите, что из него можно приготовить, я обязательно это приготовлю в следующем видео. Смотрите, у нас наконец-то просто бомбическая температура. 27 градусов в доме. В втором этаже я вам потом покажу. Влажность тоже прет нереально. И котельная. Котельная, друзья, уже выглядит в таком виде. Мы с вами ее собрали в прошлом видосе, как вы помните. В следующем или, возможно, в этом видосе мы обвяжем бойлер. Также видите, что водоподготовка появилась. Ее тоже скоро сделаем. Просто время надо найти. В данный момент я пока медитирую и придумываю, как это все дело поставить наиболее удачно в этом помещении. Смотрите, у нас 31 градус уходит в полы сейчас. Возвращается 30. 40 уходит в радиатор и возвращается 37. То есть прелесть. Прелесть. Сегодня я вам еще покажу, сколько мы электроэнергии сожгли за эти дни отопления котлом. Надо только до счетчика дойти посмотреть. Ну, вот этот момент вы все у меня видели, да? Она не меняется. Одно и то же. Итак, вот наш сегодняшний объект, над которым будем работать. Что хочу сказать. Смотрите, эта комната у нас еще в работе. Вот радиатор начал вешать где-то местами. Я здесь вешал Альфа-Барьер 3.0. Классная пленка. Мне очень понравилась. Скотчик надо поправить. Видите, скотчик, кстати, не фирменный. Сейчас буду использовать хороший. Потому что вот он отваливается. И много таких мест, где он, собственно, отпал. Это нужно все протянуть. Так вот, сегодня буду использовать пленку Альфа-Барьер 4.0. Весь ее плюс в том, что у нее есть фольгированный слой, который лучше отражает инфракрасное тепло. И тем самым способствует дополнительному плюсику утепления дома при отоплении. Так как ванная комната является местом повышенной влажности, к ней требования серьезней. Дом сейчас максимально избавляется от влаги. Он сырой. Поэтому столько воды. Вон, все в воде. Это, конечно, нехорошо. Так, еще конвектор сюда будем варить. Но это тоже чуть позже. Это такие спойлеры просто будущих видосов. Конвектор уже был сварен из металла. Но были некоторые течи. Места течей. Теч. Теч. Протекал. И я, в общем, принял решение, что буду его паять из меди. Может быть, в этой серии даже это все войдет. Посмотрим. Я уже протянул бутилку учуковую ленту. Сейчас покажу, что это за лента для тех, кто, может быть, не в курсе. Это вот такая вот штука. Очень всем рекомендую ей пользоваться. Потому что она очень крепкая. Классно держит. Просто классно. Я ее протянул на раз. Сейчас думаю, что, скорее всего, сделаю еще второй слой на всякий пожарный. Так, как это у нас как-никак ванная. Здесь вообще никаких пропусков нельзя. Это очень влажное помещение. Продолжение следует... В нашем случае вся беда сейчас от того, что очень много воды испаряется из полов, которые мы залили. И, соответственно, так как здесь нет пленки, это все сейчас шарашит страшно в крышу. Пропитывается сейчас доска, пропитывается сейчас минеральная вата, что может очень пагубно сказаться в тот момент, как только наступят небольшие холода. А холода у нас уже планируется в ближайшее время. Сегодня утром выпал снег, вы видели. Поэтому нужно срочно нам пароизоляция и все это дело пароизолировать. И, собственно, поэтому мы работы по отоплению сейчас временно прекратили и занимаемся этими делами. А, кстати, друзья, компания Технониколь до конца этого года проводит акцию по вот этому промокоду. Вы можете получить скидку там что-то 10% что ли, или даже 20%, точно не помню. В интернет-магазине tn.ru, вот он, www.tn.ru, вы можете воспользоваться моим промокодом личным. Да, вот он. Ну, не видно, наверное. Это я вспомнил, потому что вот эту красную взял, а он как раз так выглядит. Это моя блогерская вам фишечка, подгончик. Блестяшка, в общем, идет к нам. Теперь у нас будет красивый, классный потолок. И мы можем хоть сколько здесь... Да, и вот еще написана лицевая сторона. Слушай, ну он прям плотнее, чем Технониколь 3.0. У них он и тяжелее. Тяжелее, плотнее. Как будем мы вот так, или так? А как нам удобно будет пристреливаться? Вот здесь вот, если мы погоним так, вот здесь вот хорошо будет. Ты права, ты права. А там? А там можно вот так пустить. Да, да. Все, тогда первый лист делаем так. Мне нравится. Она такая прям плотная. Да, он крепче. И мне хочется, Кирилл, в своем доме так сделать. Мне понравилось. Главное для меня теперь, я не волнуюсь, что у нас в доме в вату идет вся эта беда, которая шла. И еще я думаю, что мы сейчас улучшим освещение здесь. Сейчас сделаем лучше освещение. Прожекторов побольше, когда закончим. Так, небольшую поправочку сразу, чтобы знали все. Скотч я пока использую в простой моментовской компании, но в тех местах, где прям вот надо. Сейчас мне придет технониколевский скотч, и тогда его я уже прогоню по всем соединительным частям, по периметру. То есть, все это протяну им. Почему хочу фирменным? Потому что вязкость самого клеющего слоя у него намного крепче и мощнее. Ну, даже для примера показать вам ленту, которая вот эта акриловая, или как бутилка каучуковая, я не знаю, и взять ленту, которая продается там намного дешевле в простом строительном магазине. Там прям земля и небо, реально. Дешманская, она просто не держит, отваливается. А эта пальцы склеивает, как момент. Вот эти птенцы, это у меня выходы вентиляции в комнаты. Они пока не подключены. Почему птенцы? Потому что они будут с каналыгой соединяться. Я там герметиком все это обработаю. Не нашел фирменный вход, как это сделать по-интересному. Поэтому буду колхозить своими силами. Потом герметить это все, и будет нормально работать. Ну, как-то так. Все, допинываем эту часть. И советую вам не переключаться, потому что сегодня я решил все-таки еще спаять вот этот конвектор. Попробуем. Я думаю, получится. Паять буду из меди. Сам. Первый раз в жизни. Никогда не видел, никогда не пробовал. Буду пробовать. Сегодня. Первый опыт, так скажем. Протираем здесь хорошенько. Протираем фитинг. Теперь наносим. Как много наносить тоже, не знаю даже. Ну, что-то он не растекается пока. Подожди. Он должен прям... О, все, пошел, пошел. Прелесть. Протираем. 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 Так это не сложно. Это даже интересно. Единственное, ее возможно перегреть? Нет медь? Наверное, нет. Ну, и, конечно, шов не такой красивый, как должен быть. Но это с опытом придет. Слушайте, я начал с паяния. Настроение просто огонь, потому что это получается. Я вообще думал, что это не получится у меня. Самое главное, мне сказали, что вот таким газовым баллончиком даже смысла нет начинать. Но, друзья, оказалось, что это вообще не сложно. Но я, наверное, пока только начинающий. Начинающий этот паяльщик. Но мне понравилось. В общем, не знаю, как это правильно называется. Паста доу-ли-ту-анья. Короче, это паста-припой, видимо. Что это? Олова, да? Но самый главный месседж-то у меня вот в чем. Почему я начал паять? Первое. У меня не получилось сделать нормальную сварку. Она начала подтекать везде местами. И я, в общем... Эй, друг, иди отсюда. Я, в общем, распсиховался, короче, и выбросил ее. И вторая тема. У меня при опрессовке сшитого полиэтилена получилось, что, в общем, вот так надо. А она была вот так. И вот настолько выпирала. И у меня был вариант, либо мне тогда стенку увеличивать, но стенку увеличить я не могу из-за того, что уже куплены подоконники. Соответственно, все друг за друга цеплялось. И в конечном итоге было принято решение купить медную трубу. Здесь 3 метра и 2 метра, это 5 метров. И вот эти вот фитинги, вот всего лишь небольшое их количество, мне обошлись в 6700 рублей, по-моему. А, ну плюс еще паста и олова. Не дешевое удовольствие, но дешевле, чем купить конвектор, тем более неправильной формы. Такой конвектор купить нереально. Сейчас я все раскладываю. Как здесь это должно быть? Все разложу и начну паять. Нарезать, паять. Ну, мне кажется, это не сложнее, чем паять полипропилен. Ну, а вы наблюдаете, уже такой небольшой спойлер я закинул. Сейчас с Женькой она держала трубу, а я паял, и это получилось. Так, идем дальше. Все, дальше идем. Немножко у меня будет несимметрично, точнее, здесь конвектор будет немного растягиваться, но с другой стороны его все равно не будет видно, и поэтому я за это не волнуюсь. он будет находиться под решеткой. А растягиваться будет потому, что мне просто, опять же, к вентилям подойти не совсем получилось хорошо. В таком ключе это будет выглядеть, а вот здесь он немножечко разойдется, вот так. То есть, вот так он начнет, а вот здесь будет расход побольше, чем тут. Но это вообще не страшно, я считаю. Такая труба музыкальная получилась. Такая труба музыка. Потерял прокладки паронитовые, где-то здесь лежали, все облазил, не могу найти. В общем, взял пока в другом месте. Но они, кстати, еще даже лучше, они вставляются прямо в резьбу, какие-то дорогие. Придется такие потом искать, чтобы вернуть на место. Либо сюда паронит. Все, затягиваю, друзья, сейчас будем проверяться. Но как получилось, мне нравится. Ключ, 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 ключ. Так, ну что, она легкая, она такая воздушная, клевая. Все, я затянул. Сейчас торжественное открытие. Так, открыли. Здесь открыли. Все, полностью. Идем сюда. Здесь сейчас у нас, интересно, где-нибудь течь или нет. В какую сторону-то. Все, вода пошла. Воздухо отводчик, да, дунул? Сейчас его надо подтянуть. Получается, пока я воздухоотводчик, тихо-тихо-тихо, затянуть его надо. Это затянуть. И не закрыт у меня самый главный квадратик. Квадратик. Вот, все. Хоу. Все, все. Открываем обратно. Все, больше нигде не течет. Ха, класс. Первый раз в жизни паяю медь. А может быть, это не так и сложно? И у меня нигде ничего не течет. Вот. Так. Ой, так я же закрыл все. Все. Теперь все открыто. Так. Воздух, 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 воздух. Все. Здесь воздух убрал. Теперь в системе надо немножко воздух. Здесь, во что. Здесь вода. И здесь. И здесь тоже вода. Все. Все нормально. Он прокачивает полностью линию. Итак, друзья. В общем, видосик получился короткий. Но теперь вы видите, как будет выглядеть наша ванна уже вечер. Почему я не доделал тот угол? Просто объясню. У меня здесь система вентиляции еще не достроена. И плюс завтра пойдет печная труба. Вы знаете, что мы сейчас питаемся от электричества. Пока мы греем дом током. Добавим печную трубу. Прорежем ее. Ее просто еще не привезли. Печная труба. Это просто жесть. Я не ожидал. Но в общем в 30 тысячном вышли трубы. Это просто от котельной до верхнего этажа. Еще проходные элементы вышли. 5900. Завтра я их буду ставить. Если интересно, я могу поднять коптер. Кто-нибудь полетает. У меня сын классно уже управляет коптером. Полетает вокруг дома. А я в это время на крыше буду это монтировать. Если вам интересно, сделаем. Если не интересно, то я уже просто буду торопясь. Быстренько ставить их. Пропихивать там печную конденсационную трубу. И все. О, кстати, да. Эта штука. Эта штука реально теплая. Она будет горячая в дальнейшем. Когда мы уже дадим в систему 70, там 60, 70 градусов. Пока в ней там 45 градусов. Поэтому рука терпит. Но что нигде ничего не течет. И мне нравится, что она миниатюрная, красивая и аккуратная. И самое главное, что у нас наконец-то теперь пары не прут в потолок. Вот сегодня реально получилось, что тот видос, который вы сейчас посмотрели, он был снят за день. То есть не то, что я там снимаю несколько дней, потом выкладываю. Все, я мыться и спать. Устал. Все. До скорых встреч. Скоро увидимся. Пока.